Какую нишу выбрать новичку на Азон для того, чтобы точно не потерять деньги, а в идеале и получить неплохую прибыль? Сегодня поделюсь с тобой списком из 10 категорий, которые прямо сейчас могут принести тебе деньги, если ты новичок. Покажу категорию, покажу товар, который было бы неплохо заказать, а также покажу, где и сколько он стоит, если заказывать его из Китая. Меня зовут Ромерайт, на этом канале я рассказываю про маркетплейсы и дизайн для них. Давай начинать! И первая категория у нас это колтунорезы и дешедер. Возможно, ты даже не знаешь, что это такое. Но это вот такая вот чесалка для домашних животных, которую ты можешь купить на Азон в среднем по 3400 рублей. Но бывают и другие, бывают и дороже. И вот тебе, пожалуйста, чесалка в районе 670-700 рублей она стоит. Почему? Потому что вот здесь вот цена со скидкой Азон. И если бы мы с тобой посмотрели без нее, то в районе 700 цена бы точно была. Стоит 700 рублей, заработала 56-70 тысяч для своего владельца. Помимо этого, у него не так много продаж, поэтому если ты новичок, то это для тебя вполне себе неплохо, если ты заходишь с ограниченной суммой на старте. Далее мы можем посмотреть то, сколько стоит конкретно эта чесалка. Давай перепроверим. Вот у нас она. И здесь тоже мы видим абсолютно ее же. Вот такая вот чесалка в нескольких вариациях и в нескольких цветах. Можно купить за 9 юаней самую маленькую по размеру. Но также можно и дифференцировать свою карточку и сделать несколько размеров, несколько цветов. Тем самым получить гораздо больше заказов и уменьшить свой DRR. Вот так вот все просто. Здесь у нас стоит в районе 100 рублей. Здесь же мы можем продать ее уже за 700. Идем дальше. И перед тем, как мы пойдем к следующему товару, я должен уточнить одну небольшую вещь. Это то, что для товаров, которые я тебе здесь показываю, я не считал юнит-экономику. Это остается на тебе. Обязательно потом поделись в комментариях, что у тебя получилось. Но здесь я после урока отдам тебе понятную Google таблицу, в которой будут все категории, которые я тебе здесь показываю. Все ссылки на товары на Озон и все ссылки на товары на 1688, где ты можешь заказать, соответственно, эти товары. Поэтому ты сможешь после чего получить ее, просчитать все самостоятельно. А также после этого видео можешь перейти еще дополнительно на урок на канале SalesFinder, который тоже делал я. И он похожий. Там я тебе покажу еще 10 товаров, которые ты можешь для себя найти. И когда мы посмотрели с тобой колту на рис, мы можем с тобой вернуться в саму категорию. И на всякий случай перепроверить важную вещь. То, сколько здесь конкуренции, то, как вообще нам будет здесь житься. И из-за того, что здесь средний чек меньше, чем стоит этот товар, конечно же, у нас не будет множества заказов. Мы должны это сразу понимать, что предел нашего товара, ну, там, в районе до 100 тысяч рублей. При этом, если мы назад вернемся на первую страницу с товарами, то мы с тобой увидим то, что основной популярностью, конечно же, будут пользоваться 200, 250, 400, там, в районе 500 рублей. Это средний ценник. Но даже на первой странице, по выручке, где там уже у топов, тут есть ярко выраженные лидеры. И здесь бывает и 900 тысяч и полмиллиона. Но ключевое, что даже у топов есть те, кто продают за 900, за 1000 рублей свои дешедеры. И это позволяет нам понимать, что даже зайдя там с нашим, у которого на данный момент у конкурентов лимитнейше 100 тысяч, вполне себе возможно такое, что рано или поздно категория начнет расти, твой товар начнет расти. И сейчас, заходя с ограниченным бюджетом, для тебя это топовая категория. А потом со временем она вырастет, у тебя уже будет бюджет для того, чтобы докупить нормальную партию, грубо говоря. И, конечно же, эта категория отлично в этом плане тебе может подойти. И следующая категория, на самом деле, та, в которую я давно хочу зайти, это вот такие вот триммеры в нос. Опять же, это самые простые товары, давай мы их посмотрим, не считая чего-то большого. Здесь у нас в основном есть какие-то там насадки 3 в 1 и прочее. Но нас с тобой в таких категориях интересует немного другое. Нас интересует конкретный триммер для носа. Вот такой вот у меня у самого в ванной лежит один в один. И, помимо этого, что и классно, он стоит 308 рублей покупать дешевые товары для категории. То есть, смотри, давай мы вернемся назад в категорию и увидим, что средний чек здесь 856 рублей. Закходя с дешевым товаром в категорию, в которой средний чек больше, чем стоимость твоего товара, даже если он у тебя будет не такого идеального качества, его будут покупать. Потому что он будет дешевле. И даже если он будет не в 1 в 1. Пример простой. У меня есть микрофон стоимостью в районе 450 рублей. И он с первых дней продается как бешеный. Я покупал его на пробу, но всего за 2 недели я продал абсолютно новый товар в очень конкретной категории на 100 тысяч рублей. И залог этого успеха в том числе и то, что я специально подбирал такой товар, который будет дешевле всех в этой категории. И да, он будет не идеальным по качеству, но люди это понимают и продолжают это покупать. Потому что, ну, конечно же, а что вы хотели от микрофона за 300 рублей? И здесь все то же самое, потому что у тебя может быть товар, допустим, вот тебе, пожалуйста, за полторы тысячи, за две с половиной тысячи, за пять тысяч бывают товары, даже такое. И вот в этом всем хаосе ты можешь найтись стримером за 325 рублей. Ну, в районе 360 он будет стоить на озоне. И посмотрев на это, мы можем с тобой увидеть то, что да, здесь много отзывов и так далее. Но из-за того, что здесь низкая цена, тебе будет так же, как и этому парню, очень легко с ними, со всеми конкурировать. Продажа 283, выручка в районе 100-150 тысяч, мне кажется, если с учетом скидки озона. И цена очень приемлемая. А если мы попробуем найти это в Китае, если честно, я нашел и прошлый пример, который я вот здесь вот показываю. Но меня больше всего заинтересовал другой. 3-4 юани, это в районе 40 рублей. И можно будет еще сильнее понизить цену. И если мы еще сильнее понизим цену, то нам будет еще проще конкурировать. А юнит экономика у нас будет сходиться. Что самое важное, так как этого товара конкретно я не нашел на Озон, но здесь мы видим огромнейшее количество отзывов и положительных оценок. Так что этот товар не то, что не хуже, чем тот, который мы сейчас смотрели на Озон. Тот, который мы смотрели на Озон, у того отзывов на 1688 меньше. Поэтому ты можешь особо не переживать, заказать вот такой вот и конкурировать за счет более низкой цены. На этом канале я уже показывал тебе в режиме реального времени, как я всего за 2 недели с новыми товарами вышел наоборот в 400 тысяч. И заработал больше 100 тысяч рублей чистыми. Все эти алгоритмы, которые помогли мне правильно выйти с новыми товарами, правильно их выбрать, что самое главное. И правильно настроить в своей рекламной кампании, чтобы они работали в плюс с первого дня выкладки товара. Я зашил в своем обучении Озон за 7 дней. Там я подробно расскажу тебе все необходимые знания по выбору и поиску товара. Подскажу тебе, какой товар лучше выбрать, а какой нужно выкинуть. Помимо этого, там будет множество уроков про Озон, начиная от базовых, заканчивая теми, которыми ты никогда не видел на YouTube. Например, как правильно настраивать Озон рекламу. Ведь то, что ты выставляешь ставочки руками за 1 секунду, это не все, что нужно делать в рекламе. Есть большая аналитика до старта, есть большая аналитика во время рекламных кампаний, а также аналитика после того, как они проведены. И если ты не делаешь эту работу со своим магазином, то ты просто теряешь деньги в пустоту. Вот так вот отдаешь Озону. Я же расскажу тебе и поделюсь своими шаблонами, которые помогают мне экономить деньги при поиске товара, экономить деньги при рекламных кампаниях. И что самое главное, беспроигрышно выходить со своим товаром и занимать топовую позицию всего лишь первую неделю. Ссылка со скидкой 30% уже доступна по ссылке в описании. Зарегистрируется и начать можешь прямо сейчас. От меня у тебя будет действовать поддержка в чате на 60 дней. Можешь задавать мне любой вопрос. Помимо этого, все домашние задания проверяет также я, и у тебя будет доступ к закрытому чату сейлеров, где ты можешь задавать любой свой вопрос и искать единомышленников. Увидимся на обучении и давай переходить дальше к видео. И следующая категория, конечно же, мне лично не очень нравится, потому что она очень попсовая, потому что в ней все-таки большие товары сравнительно. Но о ней я тоже хочу рассказать, потому что она тоже интересная. Это моноподы для селфи, точнее селфи-палка. Оборот категории 10 и 8 миллионов, что не так много на самом деле. Товаров 574, товары с продажами всего лишь 50%. Это немного, но в целом это не говорит о том, что категория либо конкурентная, либо в ней сложная. Это говорит о том, что 50% продавцов бездельники, как по мне. Продажи в день 30000, от нас все не очень интересует, но мы можем зайти на товар, который закончился и посмотреть. Вот тебе, пожалуйста, абсолютно новый товар. 236 отзывов, я на всякий случай уточню, что это значит, что товар существует всего несколько месяцев, если он нормально продается. Продажа 92, остаток у нас вот так вот интересно сводился к нулю. Давай мы сейчас перейдем на именно остаток и посмотрим. 90 штук было 2 июня и 17 осталось 0. Вот я так понимаю, ждут поставку из Китая и надеются пока она приедет. Здесь же мы также видим то, что в целом цена не менялась. Это out of stock, поэтому понятно, почему здесь такой график. Ну, в целом цена плюс-минус оставалась средней. А продажи, ну, опять же, это было пусть и наплывами, но это плюс-минус стабильность раз в два дня. Много продаж раз в два дня, среднее количество. По итогу мы получаем, что человек всего за 2 недели июня заработал на этом товаре 113 тысяч рублей. В абсолютно не конкретной категории, ведь если мы посмотрим, мы с тобой находимся на второй странице. И на второй странице уже оборот 114 тысяч. Опять же, на первых есть в районе 300, но ключевое то, что учитывая, какое количество здесь продавцов и так далее, 100 тысяч оборота это очень и очень хороший показатель. А если мы с тобой перейдем теперь и посмотрим что-то подобное на 1688, то мы увидим, что такой же монопод стоит 20 юаней, а продают его в районе 1400-1450 рублей на постоянной основе. То есть за 200 купили, еще за 100 привезли, за 1300-1400 продали. Ну, собственно, именно про это я и говорю. Не забывай, что у моноподов тоже есть сравнительная сезонность и летом их покупают больше. Но это не значит, что вот подобные моноподы не покупают во все остальное время. Почему? Потому что он в том числе как штатив и подходит разным блогерам, тиктокерам, инстаграм и прочее, для того, чтобы его правильно использовать как штатив. Поэтому он будет максимально всесезонным в этой конкретной категории. Следующая категория совсем уж узкая. 4 миллиона за месяц для категории на Озон это абсолютно копейки. Ну, то есть я искал как раз-таки по самому-самому дну, что касаемо оборота, для того, чтобы можно было зайти с ограниченным бюджетом, для того, чтобы можно было не переживать за то, что у тебя все товары раскупят за первый месяц. И, соответственно, что потом продавать. Поэтому я искал то, где будет низкая конкуренция, то, где будет не так много продаж. И наткнулся на товары для чистки ушей и носа. Здесь в основном будут вот такие вот не очень привлекательные штуковины, которые нам абсолютно не нужны. У них, опять же, выручка тоже не супер здесь большая. Но сейчас я тебе покажу действительно интересный товар, который стоит нашего общего внимания. Это вот такая вот ухочистка детская с подсветкой. Мы видим то, что здесь у нас всего лишь 62 отзыва. Статистика у нас здесь немного некорректно показывается, потому что товар в том числе новый. И с новыми товарами Sales Finder не справляется прямо в идеал, поэтому ты не всегда видишь точную сумму. И здесь мы, собственно, этот же факт и видим то, что здесь мы не можем посмотреть, но мы можем зайти в отзывы и посмотреть именно по количеству отзывов. То, что 50 штук было у нас 0,2-0,6 и 62 отзыва у нас, то есть плюс 30. Это вполне себе нормальный показатель, чтобы мы понимали, что товар продается. Далее, что нам еще необходимо? Найти, конечно же, его в Китае. И мы видим тут запредельное количество отзывов. Ты просто посмотри на это. 4 тысячи оценок, 5,5 тысяч заказов. Покупая от 1000 штук 0,85 юаня, это в районе 10 рублей плюс-минус. 0,86 юаня, покупая от 100 штук до 999. Дополнительно здесь есть множество цветов, как ты видишь, множество раскрасок. Вот здесь мы можем их все посмотреть. Выглядит хорошо, стоит копейки, привезти его будет стоить копейки. Я так понимаю, вот эта вот штука, она пластмассовая, поэтому нечего переживать за то, что что-то может разбиться при транспортировке. И, соответственно, получаем на выходе с тобой товар, который мы продаем примерно за 200-220 рублей, а покупаем за 10. Если тебе может показаться, что здесь не может быть большой маржинальности, опять же, я ее не знаю пока что, но почти уверен, что она там будет 25 плюс процентов, потому что просто это простой товар, который, не странно, тоже дешевый, он еще и в закупе стоит очень и очень дешево. Поэтому это тот товар, к которому ты можешь присмотреться, если ты совсем новичок. И следующая категория у нас 18+, поэтому название здесь говорить не буду, чтобы если кто-то смотрит рядом с детьми, они не начали задавать глупых вопросов. Ну, опять же, файл доступен у тебя по ссылке в описании, там все будет подробно. Здесь я просто без названия буду говорить о том, что это, сколько продается, но не буду говорить, что это конкретно. Но ты же на экране это все и так из меня увидишь. Вот такая категория у нас, выручка 6,2 миллиона, причем посмотри, как она возросла за последнее время. Дополнительно мы видим то, что здесь, на самом деле, не такая большая конкуренция, как, допустим, была бы на ВБ, если бы мы заходили с тобой в эту самую категорию. И после чего мы можем выбрать здесь какой-то с тобой конкретный товар, когда мы увидели, что здесь лидеры где-то 300-400, ну, таких всего парочку. А средний оборот там в районе 80-150 тысяч рублей на топ-5%. Далее я могу найти какой-то конкретный товар. Вот так вот он выглядит, вот так вот выглядит его мобильное приложение. И мы видим то, что выручка здесь 112 тысяч, без скидки Озона получится 1140, заработал этот товар. Как обычно, ты можешь уже понять, что для меня самое главное, когда я ищу новые товары, это посмотреть на то, сколько там отзывов. Потому что если на товаре 67 отзывов, это означает то, что это полная новинка. Только что вышли, только что начали продавать товар и уже словили успех всего лишь на одном артикуле. Это означает, что можно сделать то же самое, особенно когда я вижу такое оформление, таких категорий, где это невероятно важно, у меня прям глаз вырывает, и я сам хочу туда зайти. Но что ключевое, это то, что если мы зайдем на 1688, мы увидим ту же самую фотографию, мы увидим огромное количество отзывов, и мы увидим здесь кучу вариантов там с разными настройками по 34-35 юаней. А продавать мы это все можем, конечно же, 1400-1450. Я думаю, что маржинальность 20% тут получается, и что самое главное, здесь особо не с кем конкурировать, хотя ниша очень растущая, и если она со временем дойдет как на ванвере, то сейчас самое время ее занимать. Следующая категория немножечко неправильно относится к тому товару, который я тебе покажу. Потому что смотреть мы будем аксессуары для электробрит, но продавать здесь я тебе буду рекомендовать совсем не картриджи, а вот такое зарядное устройство для Philips OneBlade. И самое смешное, что у меня была такая же ситуация, когда я его где-то потерял, и я просто даже тогда его не смог найти на Озоне, но оно, оказывается, существует, зарабатывает деньги, и у него состав продаж получается в районе 60-70 тысяч рублей, подходит для кучи бритв, поэтому это вообще суперский товар. И что самое главное, опять же, мы можем зайти на 1688, посмотреть его, что здесь есть, и вот точно такой же зарядный аккумулятор, мы можем его сравнить и удостовериться. То есть, видишь, здесь по кнопкам можно это все понять. И видим, что если купим от 100 штук, купим по 6 юаней в районе 70-75 рублей, продавать сможем все это дело за 600, 650, 700 рублей. И главное, что здесь тоже будет копеечная доставка. Ну, рублей 15-20, я подозреваю, стоит доставка одной штуки товара до России. И поэтому эта категория очень интересна, а помимо этого, интересна не только из-за того, что это вот такая вот штучка, а в том числе и из-за того, что если мы посмотрим с тобой, что у нас здесь вообще продается, то мы увидим, что конкуренции конкретно по вот этим вот зарядным устройствам ее нет. То есть, на первой странице нет ни одного зарядного устройства. Если мы сделаем по 100, допустим, рейтинг, то мы увидим то, что да, здесь что-то еще есть, вот такое же за 532, ну, где-то за 550. И дальше есть вот еще одно такое же, за 803 продают на 50 тысяч примерно. И это, ну, то есть, представляешь, там маржинальность в районе 50%. Поэтому забирай себе эту категорию, а мы будем продолжать дальше. Но перед тем, как я продолжу, хочу попросить тебя поставить лайк на это видео. Ведь это видео и, в принципе, этот канал помогает тебе экономить свое время, а что самое главное, деньги. Не заходя в ненужные категории, правильно настраивая рекламу и узнавая фишки на Азон Первом абсолютно бесплатно. Поэтому с тебя просто лайк, подписка на этот канал, а с меня и дальше продолжать делать подобный контент. А также ты можешь подписаться на мой Телеграм-канал, ссылочка где-то вот здесь вот. Там я ежедневно рассказываю все свои кейсы, связанные с маркетплейсами, как я продвигаю товары, как я выполняю задачи, аналитику и прочее. Поэтому этот канал просто кладезь ценностей, если ты начинаешь продавать на Азон. Ссылка в описании и можем переходить к следующему товару. Следующая категория для меня лично, она не очень интересная. Здесь у нас есть сумки-шоперы. И сумки-шоперы бывают разными. Есть и Камин Кляйн, и ГВС. Ну, то есть, логика в том, что есть дорогое и классное. Я вроде как выбрал то, что не брендово. Но девушки в комментариях, если что, поправят и скажут, что, блин, ты выбрал фигню, подожди, это тоже какой-то бренд. Вот такая сумка-шопер за 1200-1300 рублей без скидки Азона. Продаж 70, выручка 82 тысячи. И если мы здесь посмотрим, то это практически на первой странице. Конечно же, на первой лидера зарабатывают сильно больше, потому что конкурировать тебе придется с топовыми брендами. Поэтому с такой категорией аккуратно. Если думал зайти в одежду, то лучше в шоперы. Но вообще лучше и в шоперы тоже не заходить просто так бездумно. Ну, ключевое, что этот шопер ты можешь купить за 27 ионей. Доставить его сюда будет, наверное, стоить рублей 100-150. Но мы видим, что товар успешно придается тысяча отзывов. Да, конкурировать нужно будет. И конкурировать будет тяжело, возможно. Потому что там, помимо этого товара, еще куча всего разного. Но, опять же, мы покупаем шоперы, если мы говорим об этом, из низкой ценовой категории. То есть, да, там есть за 300, но там вообще ничего такого, просто сумка, как пакет для магазина. Да, там есть Calvin Klein, Tommy Philfigure и прочее. Но, что самое главное, они все стоят от 5 тысяч. А это такая золотая середина. Поэтому, по сути, ты не конкурируешь с теми, кто из низкого ценового сегмента. Но и с теми, кто из высокого, ты также не конкурируешь. Поэтому для тебя это вполне себе хороший товар может оказаться. Идем дальше. Следующая категория. Держатели. Держатели для туалета, держатели для туалетной бумаги. Здесь средний чек, что важно, всего лишь 402 рубля. Ну, чуть-чуть повыше будет. Товаров с продажами здесь очень много. Конкуренция здесь большая. Но здесь есть абсолютно разные вещи. И помимо держателей для туалетной бумаги, мы здесь будем иногда встречать и полочки всякие для полотенец и прочего и так далее. То есть, поэтому здесь, конечно, много всего. Я выбрал несколько держателей, которые бы мне понравились. Ну, то есть, вот те, например. Но он стоит дешево, потому что, опять же, видишь, он очень простой. Я посмотрел, что есть на самом 1688. Опять же, сравнивал я это вот с таким вот держателем. Давай мы его откроем. Стоит 1091 рубль. На нем 684 отзыва. Выручка была 116 тысяч рублей. Но остаток закончился. И вот ребята потеряли уже 40 тысяч на этом товаре. Здесь видна более плотная, качественная сталь и так далее. Конкретно такой мне найти не удалось. Но мне удалось найти типа такого же черного. И здесь мы видим то, что мы можем купить его за 15 юаней. И за 15 юаней это будет, ну, достаточно хорошо выглядящий товар. Опять же, есть много вариаций. Есть много карточек на 1688. Поэтому, если ты решишь зайти в эту категорию, то просто посмотри, что можно найти из похожего для того, чтобы заказать самостоятельно. Но заказывай за 15 юаней, продавай где-то за 1000. Если у тебя это получится, то это тоже вполне себе неплохой товар, который можно купить и можно и нужно продавать. И говоря о всяких штуках для ванны, не могу не упомянуть в принципе то, что для ванны есть очень много всего. Очень много всего маленького, дешевого и того, что покупают. Поэтому вообще моя рекомендация здесь. Лази по 1688, лази по Озону, по ВБ и ищи какие-то прикольные штуки. Вот тебе, например, вешалка, которая откидывается, когда она нужна, а когда нет, просто висит как коробочка. Вот такую вот на 3, соответственно, крючка можно купить всего лишь за 6,5 юаней. И опять же продавать ее, возможно, рублей за 250, 300, 350. Опять же, несколько вариаций того, как ты можешь это все купить. И таких товаров в Китае для кухни и ванной полно. Поэтому тебе нужно просто правильно научиться изучать нишу для того, чтобы подыскивать вот подобные форматы. И следующая категория, которую я уже как-то светил, это сетевые адаптеры и инжекторы. Здесь неплохая выручка, но опять же, здесь все товары разбиты по таким подкатегориям, внутри даже подкатегории. Почему? Потому что что-то связано с Wi-Fi, что-то связано с Bluetooth, что-то связано с Bluetooth в машину, что-то связано с Bluetooth для компьютера. И поэтому, конечно же, конкурировать ты будешь не со всеми. Мы же здесь присмотрели конкретную штуку, вот такой вот Bluetooth адаптер, который ты можешь продавать в районе 700-750 рублей, а купить на 1688 в районе 15 юаней. Опять же, это просто как пример, можно найти другое, там много чего есть. И что можно продавать так же успешно. Опять же, Bluetooth адаптеры, они все плюс-минус похожи. Но конкретно про это мы можем посмотреть, что отзывов всего лишь 171. Текущий остаток 493. И что крутое, это то, что цена повышена, а продажи, ну, практически не падали. Здесь мы видим также то, что продаж не так же много, и нам нужна не такая большая партия на старте для того, чтобы начать. Стоит это, конечно же, не супер дешево, не 10 рублей. Но опять же, это и не товарис и без стоимости по тысяче. Поэтому это так же хороший товарик для новичка. Категория растущая, категория интересная. И здесь можно много чего найти для того, чтобы в дальнейшем уже категорию занять не с одним артикулом, а с десятком или даже больше. И следующая категория, она все-таки больше сезонная, поэтому аккуратно к ней присматриваются. Но это категория фонариков, которые нужны также и вне сезона. Я же здесь присмотрел один конкретный, и выглядит он вот так вот продан на 120-150 тысяч. Что круто, что цена у него выше среднего. 880, значит, реально в районе 950-1000 рублей. Абсолютно так же отзывов много, но конкурировать здесь можно и конкурировать здесь не так уж и сложно. Сам же товар стоит в точно таком же исполнении. Примерно 21-24 юаня. Опять же, здесь тоже важный момент, то что здесь, возможно, маржинальность будет и поменьше. Но категория такая, что там, как правило, продаж достаточно много. И если мы посмотрим, то 21 миллион для фонариков это очень и очень много. Опять же, мы с тобой смотрим вторую страницу, где я нашел его. И средний оборот здесь у всех от 100 до 150-170 тысяч. Это неплохой оборот. Можно неплохо начать, опять же, зная, что у тебя не раскупят твой партию товара достаточно быстро. Но на закуп тебе понадобится немного больше денег, для того, чтобы правильно рассчитать свою первую партию и не уйти в out of stock. Опять же, конкурировать можно, как обычно. За счет, короче, рекламы, цены и оформления. Здесь все просто. Если тебе нужно будет оформление для твоих карточек, можешь обращаться по ссылке в описании к нашему менеджеру в наше агентство по оформлению и настрою карточек. Мы делаем инфографику, SEO, рич-контент, занимаемся фото- и видеосъемками, делаем SEO-описание и еще сотни полезных услуг для маркетплейсов. А о том, как я продвигаю свои товары всего лишь за неделю в топ-категории, я уже рассказывал в своем прошлом видео. Посмотреть можешь вот здесь вот по подсказке. Увидимся!